Здравствуйте! Это программа 112 в студии Сергей Захаров. Я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. За минувшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 233 происшествия. Из них 8 преступлений, из которых 4 раскрыто. По четырем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 45 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Установлено 7 лид, числящихся как без вести пропавшие. За неделю произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушений на территорию округа сотрудники полиции провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. С 11 по 29 января текущего года в целях законности пребывания иностранных граждан на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Вахта». В мероприятии задействовано 7 сотрудников управления. На сегодняшний день проверено 120 граждан. Из них 2 иностранных гражданина. Составлено 6 административных протоколов. С 9 по 20 января 2018 года на территорию округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ружье», в котором задействовано 10 полицейских и 14 сотрудников отдела Росгвардии. Проверено 83 владельца оружия, изъято 2 единицы огнестрельного оружия. Составлено два протокола об административном правонарушении по части 4 статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 30 декабря 2017 года около 9 часов утра в дежурную часть управления поступило сообщение о том, что со склада горюче-смазочных материалов организации села Оксино Ненецко-автономного округа совершено хищение около 500 литров дизельного топлива. Сотрудниками полиции установлено, что хищение топлива с неохраняемого склада совершили двое мужчин, оба 89-го года рождения. Воспользовавшись снегоходами и санями и находящимися в них емкостями разного объема, набрав в эти емкости дизтоплива, мужчины направили в сторону Наринмара, где они хотели его продать. Но в нескольких километрах от села их остановил участковый полномочный полиции совместно с заявителем. Следователем управления МВД России по Нене Ненецкому автономному округу в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по пункту А части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража совершенной группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 5 лет. 8 января 2018 года в 2 часа 15 минут дежурную часть управления МВД России по Ненецкому автономному округу поступило сообщение о том, что в один из магазинов города Наринмара, расположенный в подвальном помещении жилого дома, проникло неизвестное лицо, разбив оконное стекло и похитило несколько бутылок с алкогольными напитками. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в течение нескольких часов установлено, что кражу с проникновением совершил 26-летний мужчина. Злоумышленник рассказал полицейским, что он решил проникнуть в магазин, так как у него закончились спиртные напитки, которые он употреблял, а деньги на их приобретения у него отсутствовали. В настоящее время злоумышленник заключен под стражу, и следователем управления в отношении него возбуждено уголовное дело по пункту Б, части 2, ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение. Праздничные дни дежурную часть полиции обратила жительницу округа, которая сообщила, что в результате утери мобильного телефона с ее банковской карты неизвестное лицо посредством услуги «Мобильный банк» произвело списание денежных средств в сумме 6500 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено лицо, совершившее кражу денежных средств. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Полицейским он признался, что находясь на работе в одном из пятейных заведений города, он обнаружил на барной стойке мобильный телефон, оставленный без присмотра. При его включении мужчина увидел сообщение с номера 900 и решил воспользоваться мобильным банком, переведя деньги на свой счет. Произведя необходимые операции, он выбросил телефон. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стражи порядка напоминают жителям округа о необходимости более ответственно относиться к своему имуществу, обеспечивать все возможные меры по его сохранности, особенно если вы находитесь в развлекательных заведениях. Ваша предосторожность убережет вас и ваше имущество от преступных посягательств. 13 января 2018 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Управления МВД России по Ненецкому автономному округу в городе Наринмаре задержан гражданин 76-го года рождения, обвиняемый в хищении лодочного мотора и бензобака и нарушивший вмененный ему следователем меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время обвиняемый согласно постановлению Наринмарского городского суда заключен под стражу в изолятор временного содержания Управления. Ведется следствие. Федеральным законом Российской Федерации от 31 декабря 2017 года номер 501 ФЗ внесены изменения в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Так увеличен размер штрафа за данное деяние, если оно совершено из хулиганских побуждений. Теперь сумма штрафа составляет от 200 до 500 тысяч рублей. Также усилена ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, отдыха и досуга, сферы услуг, спортивно-оздоровительных учреждений, пассажирского транспорта учреждений, оказывающих услуги правового и финансового кредитного характера. В том числе, если данное деяние совершено для дестабилизации деятельности органов власти. В последнем случае в качестве наказания предусматривается в числе прочего лишения свободы на срок от 6 до 8 лет. Если указанные деяния повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то срок лишения свободы может составить от 8 до 10 лет. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя!